Мне не страшен ни холод, ни град, я таять и генерат. Спам замечательно, я контрю, вышечку свою несу в могилу. Песня на этом не кончается, она как деградация моя продолжается. На данный момент Телбокнет является одним из старых YouTube-долгостроеканалов по тематике по типу ТОП-10 унитазов из квартир России по самым низким ценам на Авито 2069. Но, друзья, времена меняются, а тенденции контентов идут то ли вперед, то ли назад, или вообще летят в чертово небо. YouTube как сказка, только не в это тяжелое время. И добро пожаловать на Телшитнет! И сегодня ты увидишь ТОП-10 прижим отписаться от Телбокнет навсегда! Оу, да бля... О боже... Ай, бля... Аааа... Десятое место. Одинаковые видеоролики. Если посмотреть два или три ролика одновременно, то можно понять, что у Телблога откровенно одинаковые видеоролики. Канал был создан в 2014 году, а видеоролики выходят в одном и том же формате. Конечно, видеоролики набирают миллионы, но это чистое хайпожорство на Маргетштерна, А4 и тому подобное. Девятое место. Лицемерие. А помните одно видео у Телблога, где он сказал, что Влад А4 хочет уничтожить его канал? Ведь автор ролика заявил, что из-за роликов А4 он словил немало маслин от самого же Влада туалетной бумаги. Что произошло? Дело в том, что Влад А4 прислал мне порядка десяти клеймов на ролики. Забегая вперед одновременно с Владом, видимо, Масленников кинул один клейм, но о нем попозже. И, конечно, в этом ролике не будет видеоряда Влада А4 и... Снял видео, выложил на YouTube и набрал миллионы просмотров. Ну а спустя месяца, знаете, что случилось? Он еще раз выкладывает видео про А4. Ведь ты, Телблог, дружочек мой пирожочек, прямо в своем же видео заявил, что ты никогда не будешь трогать туалетную бумагу. Или вот еще лицемерие. Снял видео про топ-10 лучших мобильных игр, ну а потом выкладывает топ-10 тупорылых игр. Восьмое место. Отсутствие оригинальности. Большинство новых идей берет у своего же ВК-паблика, где обычные работяки пишут в комментариях, какое видео снять Телблогу. Но большинство идей это просто творческая импотенция и просто наглое хайпожорство. Седьмое место. Хейт в сторону других YouTube-каналов, у которых обычно больше подписчиков и просмотров, чем у сгниющей Телблог. И у которых контент куда лучше, и куда разнообразнее и оригинальнее. Ну кроме туалетной бумаги, где он ворует все и все, и всяких ноу-нэйм тиктокеров. Шестое место. Придирчивость абсолютно ко всему. Если Телблог увидит что-то плохое, то он сразу будет пилить ролики и постить всякий кринж ВК. Конечно же опросы. Ну куда же без этого? Конечно другой блогер может ошибаться, но зачем снять 10-минутный ролик о том, почему от него нужно отписаться. Если блогер и сам знал, что он совершил какую-то ошибку, благодаря комментариям на YouTube. Пятое место. Зависть другим каналам. Ведь так-то мечтает о Кадиллаке, бассейне, деньгам, о мощном ПК. Ведь Телблог начинает завидовать и кидаться говном. Четвертое место. Токсичные комьюнити. И если вы не верите, что в Телблоге самое токсичное комьюнити, то просто зайдите в паблики ВК. И в комментариях под каждым постом можно увидеть кучу токсиков. Хотя некоторые люди пишут по фактам. Но из-за таких правдивых фактов из ниоткуда появляются хомячки Телблога, которые якобы защищают своего кумира. Третье место. Наглое хайпожорство. Так, видео про А4, видео про А4, видео про А4, видео про А4, видео про А4. Да блядь. Второе место. Постоянное недовольство. Или частая критика чужого творчества. Ну чел, пойми. Да пусть контентмейкер снимет о том, как он провел 24 часа в яме и танцевал яблочко под командованием командира Красной Армии в Гаутвахте. Это его выбор. Это его мозг. Все такое могут снять. Я вот, например, снимаю видео. Логично же. И первое место. Телблог скатился. Канал превратился в откровенную помойку. Собранную на негативе и зависти ко всему и всем. Конечно, время покажет, что будет с Телблогом. А какая причина заставила тебя отписаться от Телблога? Пишите в комментариях. Не стесняйтесь. И, конечно же, я не заставляю вас подписаться и поставить лайк. Всем добра и позитива. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok